Самих домокунов я шью уже с 2016 года. Дом, семья, работа. Анастасия богатая. Обычный офисный работник. Вот только увлечение у нее необычное. Настя уже много лет занимается автоспортом. Сама устраивает автогонки. И когда в 2016 году в доме девушки появилась швейная машинка, она не раздумывая начала создавать домокуна. Эти мультгерои являются символами японского авторынка. Я шила для себя сначала. И потом просто у меня увидели автолюбители, автоспортсмены, в тех кругах, в которых я, так скажем, нахожусь, ворюсь, увидели эту игрушку у меня в машине и попросили тоже им изготовить. Ну и так вот пошло-поехало. Со временем муж у меня организовал такой небольшой творческий уголок. И я начала, собственно, творить, производить. Зубастый домокун похож на доминошную кость. Несмотря на то, что этот мультяшный герой не слишком популярен на российских экранах, для ценителей японских автомобилей этот зверек стал неотъемлемым атрибутом тюнинга. Для меня домокун – это, знаете, в домах есть домовые, которые охраняют дом. И покой хозяев. Для меня домокун – это тот же домовой, только в машине, которая живет. То есть он находится постоянно в машине. Желающих приобрести зубастую игрушку много. Анастасия сшила уже 320 штук. Все они разъехались по стране. Самый известный домокун живет в Краснодаре. Он герой местных автовыставок из-за своих больших размеров. Настя говорит, в пору бы начать массовое производство. Вот только времени не всегда хватает. К тому же для девушки это в первую очередь любимое занятие, а не заработок. Бросать свои увлечения и не намерена. Настя начала шить нового зверька для местного автоклуба. Потому что я знаю про них все, я их люблю. И я не знаю, это мое увлечение, хобби. И я надеюсь на всю мою жизнь. Дарья Демиллер, Антон Васильев, Алексей Фризин. День с толком. С шилом.